Следующий тренинг «Говорящие руки». Плюс очень хорошо, когда говорит другой человек, вы второй рукой отслеживаете его речь. Для чего это будет? Иван Александрович будет рассказывать вам про подстройку по голосу. Если вы не замечаете, как говорит другой человек, вы к нему не сможете подстроиться. А для того, чтобы научиться слышать, как он говорит, как раз и можно использовать собственную жестикуляцию. Это мне как-то было очень интересно, когда я за одним тренером на таком же выездном тренинге, я целый день, он сидит, что-то там рассказывает, «Говорящие руки» может быть четвертый тренинг, который может быть утрада вечера, потому что он особо не мешает. То есть он там бла-бла-бла, а я его рукой как-то отслеживаю. И я понял, что у него, во-первых, очень спокойная речь и очень плавные поливания. Эмоции есть, но вот такие вот. Поэтому в чернете времени люди и в транс уплывают неформально, и не понимают за счет чего. Это было сделано очень просто, технично, за счет голоса. И это смог вычленить сам как раз за счет использования жестикуляции. Давай я подолгаю, раз уж как раз за что речь. Понятно же, что слова, которые говорит человек, без контекста того, как он их говорит, непонятно. И очень часто бывает такая ситуация, что человек уже голосом тебе все сказал, а ты не тут. И вот тут в коммуникативные моменты, наверное, очень не расстрадают. Как это все чувствует? Хорошее существо! Все уже сказал? Да ладно, не так. Это все, что сказал. Нормально. Очень хорошо. Очень рад тебе. Все понятно, да. Ну, это надо уметь замечать, в том числе, с реальными, через руки. Плюс, не обязательно свой разговор, можно подойти и начать, в общем, двумя руками двух разных людей. Подслеживаясь. И тут очень весело. И люди болтают, и тут, смотри, такой вы, товарищи. Главное, если вы это делаете, то уже не будет трансляция. Потому что, когда две руки делают разные вещи, это свой собственный. Вы, товарищи, 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 вы, товарищи